Димаш, будучи амбассадором проекта CURE, выступил на праздновании Международного женского дня проекта в онлайн-формате. Собранные средства пойдут на доставку медикаментов и оборудования на сумму около полумиллиона долларов в Казахстан. Артист поприветствовал своих зрителей. Далее был показан клип на песню «Ria One», посвященный героической работе медицинских сотрудников в сложных условиях пандемии. Вот что рассказал один из организаторов мероприятия Дуглас Джексон. Празднование подходит к концу, и у нас есть сюрприз. Димаш, молодой человек из Казахстана, страны, расположенной на противоположной стороне земного шара относительно нас, его голос признается самым красивым голосом в мире. Я просмотрел тонны его песен на Ютьюбе. Он подготовил особую песню. Я хотел бы добавить, что недавно, в начале года, Димаш провел онлайн-концерт, часть средств которого пожертвованы им для здравоохранения Казахстана. Таким образом, Димаш спонсировал доставку медицинского оборудования и материалов на сумму около полумиллиона долларов в его страну. Это была замечательная возможность познакомиться с ним и назначить его нашим глобальным амбассадором. У него есть песня «We are the one», посвященная героям здравоохранения всего мира, и я с нетерпением жду просмотра. В США принято заниматься благотворительностью. Большинство известных людей, артистов, музыкантов и бизнесменов регулярно жертвуют большие суммы в благотворительные фонды. Часть выручки от продажи билетов первого онлайн-концерта Димаша Кудайбергена «Димаш Диджитал Шоу» в благотворительных целях уже была передана организации Project CURE. Директор по связям с правительственными и некоммерческими организациями Мелисса Эспости прокомментировала начало сотрудничества с казахстанским исполнителем так. Сегодня я рада сообщить о нашем новом амбассадоре Димаше Кудайбергене. Мы очень рады возможности сотрудничать с ним в оказании благотворительной медицинской помощи по всему миру, особенно в страны Центральной Азии. Огромное спасибо за то, что делитесь с нами своим прекрасным голосом и за то, что дарите людям надежду в это нелегкое для нас всех время. Да, друзья, Димаш Кудайберген не первый раз оказывает материальную помощь своим согражданам. Давайте вспомним некоторые моменты. Всемирно известный певец Димаш Кудайберген обеспечил пятью тоннами продовольствия нуждающихся казахстанцев. Широким жестом он охватил два города – столицу и Актобе. Этого количества продуктов хватило, чтобы помочь 100 семьям, которые лишились заработка из-за коронавируса. Доставлять пакеты с продуктами до порогов домов помогали волонтеры и члены партии Нур-Отан. Продуктовую в корзину входит масло подсолнечное, пятилитровая заварка, сахар 2 килограмма гречки, 2 килограмма макароны, мука. У нас есть семьи, которые мамочка живет в подвале с четырьмя детьми, отвозили тоже на днях корзину ей. Таким, конечно, в первую очередь отвозим. Я благодарна нашему земляку Димашу Кудайбергену и партии Нур-Отан, которые оказывают помощь семьям в такой трудный момент. Я думаю, что мы вместе победим эту ситуацию, если не будем выходить из дома. Димаш Кудайберген поблагодарил своего друга, китайского миллиардера Джека Ма. И вот, что он сказал за оказанную помощь его стране. Действительно, человек с добрым сердцем, который помогал практически всем странам мира. Сегодня он помогает странам Азии, Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Африке. Спасибо брату Джеку Ма за включение моей страны в этот список. Надеюсь, это закончится. Мы увидимся только в праздничные дни и на концертах. Как говорится, друг познается в беде. Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма в эти трудные времена оказал огромную, безвозмездную и своевременную помощь реально всему миру. Были и будут спасены множество жизней. Возможно, что основой таких поступков простого китайского миллиардера стали дружеские отношения не только между странами, но и между людьми. Джек Ма является давним поклонником таланта Димаша. Он посещал концерты певца и выражал свое восхищение. Джек Ма также оказал финансовую поддержку выступлению Димаша в Лос-Анджелесе. И певец не остался в долгу. Он является рекламным лицом китайских торговых представителей в Казахстане. Ранее Димаш успел погостить у Джека Ма два дня и получить подарок в виде книги. Но, скорее всего, это красивая упаковка другого подарка. Что именно подарил Ма Димашу, так и осталось неизвестным. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». «Звездные секреты» «Звездные секреты» «Звездные секреты» «Звездные секреты» «Звездные секреты» Субтитры сделал DimaTorzok